Играем против крепких игроков, 16 ранг, 85% побед, в принципе есть миндаль турнира, крепкий клан, кстати, у нашего второго оппонента 15 ранг, клан Asian Elite, в принципе такой средний крепкий игрок. Играть будем на карте довольно-таки своеобразной, есть явное преимущество конфедерации на ней, по крайней мере на моем ранге, где-то на средних рангах серебряной золотой лиги, вот. Она достаточно открытая для конфедерации, плюс у нашего оппонента явное преимущество с позицией. Вот, конечно, когда ты находишься в северной части, явно выгоднее будет находиться, чем снизу. Ну и тут возвращаем всю пехоту, которая у нас есть, у нас осталось 3 пехотнинца, напарник также возвращает свою пехоту. Конфан должна бить, собственно говоря, своими штурмными веками, а сопротивление наоборот должно возвращать их. Ну и ставим вышку, потому что без вышки никак, я боюсь, что зарашит противник. Это, конечно, тормозит развитие, но тем не менее. У вас союзника получше будет с экономикой, 3 CS только сейчас появляются, у меня были раньше, но тем не менее, получше будет экономика, может быть, получше ресурсы собрал. Вот. Я пока что вынужден использовать бурт электроэнергии, чтобы завески строились. И играть будем на фулгалде, потому что противники пепки и так же будут галдить. Появляется койот, я сказал союзника, чтобы он не струвал койот, потому что ему ресурсы нужнее, чем мне. Я-то по-любому с базы выйти не смогу, и мне как бы быстро отвечать не особо нужен. Я буду скорее обороняться, потому что там повыше ранки, 14-й, нет, там 15-й, 16-й, вот у меня 13-й. Поэтому все равно должен упор делать мой союзник на атаку, я на оборону. Вижу здесь завод 2-го уровня, я предположу, что раз выходит штаб 3-й уровня, то скорее всего это Зевс. Ну, по крайней мере, похоже. Обычно так делают, когда выходит Зевс. А когда выходит в молот, то не улучшают заводы, ждут пока построятся 3 центра, дополнительные центры снабжения, и после этого 3 завода. Так, управляется еще раз койотик. Здесь, конечно же, пехота, молодец, противник. Есть 2 бункера, тоже неплохо. О, кстати, точно не знаю какой-то ранг, но помню, что у нас там тоже ОВСД, но далеко, далеко, очень далеко. На моем ранге нельзя здесь построить, здание. Так вот, почему с севера повыгоднее позиция? Потому что вот здесь больше пространства для маневра, чем здесь. Ну и плюс, здесь особо здание не уничтожишь, находясь на холме. А вот здесь можно гратом много чего покосать. Ну и то же самое касается с севера. То есть, я не смогу зайти с двух сторон на севера игрока только и только, если пройти вот эту позицию. А как бы здесь можно с двух сторон перегруппироваться как-то. Плюс как-то удерживать вот эту позицию весьма непросто. Ну, можно, конечно, заминировать, но такое себе. Такое. Поэтому небольшое преимущество есть. И я считаю, что на золотой и серебряной лиге надо пытаться конфидеряться, играть вот в такой агрессивной атаке. Вот, что, собственно говоря, и попробуют сделать наши оппоненты. Но мы попробуем зарашить их раш. Анти-раш, так сказать. Что мы здесь видим? Молот разведывает он. Отлично. Я отправляю всю свою армию. Сделал даже двух стилков. Для того, чтобы убить этот молот и как бы ягуар. Ну, круто. Активник не видел, что у нас есть авиация. Шестая минута. Можно, в принципе, уже отстроить авиа. Побыстрее стоит мой служник. Где-то на 20 секунд. Ну и там, наверное, я не знаю, наверное, на бусте снабжения сидит напарник. Напарник 18 ранг, поэтому ему явно будет полезно. Легче. На 17 ранге уже ягуары достаточно мощные, чтобы не столь сильно бояться молоты. То есть, конечно, их не слишком много. Но, тем не менее, удары не держат. Плюс пехоты не так сильно боятся. Отлично. Строим кречеты. Я решил даже построить маммонт, потому что думаю, что здесь Зевс. Скорее всего. По крайней мере, на это похоже. Маммонт нужно обязательно. Он не особо наносит, конечно, урона. Но если там Зевс, то держать, в принципе, его можно. Банально, если здесь будет большое количество прихот и вышек, то я буду использовать глины как бы по стенку. Так, небольшая разведочка. Взлетают здесь кречеты, кстати. Я тоже поднимаю свои кречеты. У меня три штучки. Чем мне нравится играть, например, с данным игроком, тем, что, ну, во-первых, он опытный, хороший процент побед. Во-вторых, он умеет играть быстро. То есть, не надо ждать, пока он построит ту или иную боевую единицу. Сделал четыре кречета, пошел в атаку. Причем, я даже подсказал союзнику, мол, мы по-любому укусим их, если получится. Но надо их укусить, даже уничтожить завод, собственно говоря, что мы и делаем. Упор на заводы уничтожаем. Ну, первый, который приглянулся, потому что он более жесткий, и он второго уровня. Не факт, что мы бы его забрали. И кречет, кстати, мне надо возвращать. Бьем град. Град, который разложен, у него меньше брони, поэтому да. Как-то я вижу необычную вещь здесь. Заводы молотов. Три штуки. Большое количество пехоты. Кстати, анти-раши, я понимаю, что надо что-то делать. У меня на базе, в принципе, ничего нет. Хотя десятая минута, но... Есть шесть CS-ок, которые почти не повлияли на скорость развития. Только кречет появился, наверное, секунд 13-15 позже. Ставлю вышки, конечно же. А напарник уже готовит тяжелую армию. Он не делал упора на пехоту. В принципе, здесь ничего нет. Только один град. Стреляет он в такие жирные куски, чтобы выбить по сплэшу. Видите? Чтобы сплэшем выбить побольше юнитов. Даже не обращая внимания на тайфун, естественно. Нам сейчас кречеты уже, в принципе, не особо нужны. Главное, уничтожить такие более жирные куски. И, как бы, то, что подешевле будет. Вы выбите... Урон, но кречета не самый большой. То есть, булькера выбиваются долго. Вот молоты. Все, что броня второго типа, очень даже неплохо. Так, что у нас здесь есть? Ну, то есть, у молота, мало того, что броня второго типа, но и хп, на самом деле, незаметно меньше, чем у других юнитов. Поэтому... Лучше выбивать такие скопления, где кучу культа юниты. Наш оппонент не стал на меня нападать. В принципе, правильное решение, потому что здесь всего лишь 5 ягуаров. 3 дикообраза. Можно задепать своего союзника. Не знаю, есть ли здесь град, конечно. Мы даже не разведали оппонента. Так, один град есть. Отлично. Дикообраза сгревают. Я готовлю свою армию. Есть 2 мамонта. Бронники, чтобы минировать все, потому что я понимаю, что если там большое количество молотов, то я не выдержу удар никак. Ну, хотя бы вышку ничтожить пехоту. Ну, как, кстати, конечно, выдержу, но без союзника много чего потерять. Вот, сухая, молот, пехота. Правильно, дикообраза сдвигается вот сюда. Появляются кречеты. Я тоже поднимаю кречеты, потому что... Ну, потому что надо. Также у меня, по-моему, каждый кречет по отдельности. Стараюсь выбить именно тайфуны. Зря, кстати, не были уничтожены вот эти ягуары. Можно было бы что-то сделать. Но... Раш, это, конечно, хорошая вещь, но все-таки хотя бы один игрок должен стоить вверх, как всегда, чтобы как-то контролировать ситуацию. Потому что... Только авиация достаточно эффективно может бороться против авиации противника. Даже если здесь будут потеряны все вертексы, но они свою роль выполнят. И, собственно говоря, юниты противника будут выбиты. Собираюсь напасть на нашего оппонента, но уже синий игрок сдается. И это GTA. К счастью, он не особо много густов мы потратили. То есть бой был достаточно быстрый. И это весьма приятно. Вот такой вот бой короткий получился против очень сильных оппонентов. Но выбрали они не совсем подходящую тактику. Да и, в принципе, мы знали, что нам предстоит ожидать. Поэтому кречеты сделали свое дело.